Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Вот недавно совсем я делал видеоролик о распорке, распорке стаканов, которая устанавливается над двигателем в подкапотном пространстве, который удерживает стаканы, делает кузов жестче. И многие мне начали писать, что эта распорка создает жесткость автомобилю, то есть до установки распорки автомобиль был мягкий, как только установили, сразу автомобиль становится жесткий. Ну может быть какой-то и есть процент, но друзья мои вряд ли вы его почувствуете, потому что если у вас настолько уже расхлябанный кузов автомобиля, что у вас стаканы вот так вот гуляют вместо пружин, то конечно вы тогда разницу почувствуете. Но на нормальном автомобиле стаканы эти практически неподвижные, они чуть-чуть может быть какой-то есть, там у них маленькое смещение, как бы рабочее смещение, потому что весь кузов как бы играет. Но он не является таким, что вы можете прям почувствовать сильно. Да, эта распорка, конечно, она не даст возможности вашим стаканам ни сходиться, ни расходиться. Она как бы действительно делает кузов более сбитым. Но чтобы повлиять на мягкость ходовых качеств вашего автомобиля, это вряд ли. Следующий момент, который мне многие начали писать в комментариях, что эта распорка очень сильно влияет, если есть какое-то, допустим, ДТП. Если вдруг по какой-то причине получилось так, что ударились, к примеру, там левой стороной, то из-за этой стойки может уйти правая сторона. И, соответственно, если ударились правой стороной, может уйти левая. Конечно же, друзья, если вдруг какой-то ДТП и удар пришелся в один стакан, то эта распорка, естественно, передаст удар и на второй стакан. Но, друзья мои, когда удар такой силы, и когда гнет ваш один лонжерон, то какая разница уже, все равно потом все править. Естественно, что лонжерон в основном от этого не страдает. Страдает именно верхняя часть стакана. Стакан именно в верхнюю часть уходит. Лонжерон внизу испытывает не такую нагрузку. Но, друзья мои, здесь есть еще и одно «но», то есть плюс есть. Если удар незначительный, вдруг пришелся, и если у вас не установлена эта распорка, то ваш стакан, допустим, погнет. А если распорка установлена, то есть вероятность, что именно из-за того, что жесткость вашего кузова становится лучше, ваш стакан не погнет. Потому что жесткость двух стаканов больше, чем жесткость одного стакана. Автомобиль просто откинет в сторону, немножко сильнее, но ваши стаканы не загнет. Учитывайте, что для такого ДТП, чтобы погнуть ваши стаканы, это должен быть очень серьезный удар. Потому что, прежде всего, в ДТП, допустим, если это боковой, в передние какие-то колеса, принимает удар, соответственно, колесо, крыло, но не стакан. Стакан уже впоследствии принимает удар. А если удар настолько сильный, что этот удар пришелся уже в лонжерон под углом, и настолько сильный удар, что гнет совсем с лонжероном, все это заламывает. Ну, друзья мои, тут в любом случае двигатель же тоже на лонжеронах висит. Бывает такое, что даже двигатель может ударить и погнуть второй лонжерон, и погнуть также стакан. Поэтому распорка эта, да и она тоже какую-то гибкость свою имеет, вы учитывайте тоже этот момент. И чтобы она передала настолько сильно удар с одной стороны на другую, ну, я думаю, что от нее все-таки больше пользы, чем недостатков. Потому что все та теория, что говорят, эта распорка передаст, и один стакан загнул, и второй, конечно, тоже загнется. Да, возможно, конечно, немножко передаст, но все-таки пользы от нее гораздо больше. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно излагаю свои мысли. Если вы согласны с ними, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok